На Палаце культуры в области нема ни водной афиши. Тут распачали капитальный ремонт. На сцене демонтируют заслону, сдымают световое и гуковое обсталявание. Говорка про ремонт будинку Палаца в области вялась ясно летость. Як запевнивают эксперты, аварийной ситуации нема, але час распачать работы надышел. В августе месяце были бы проведены торги по поводу проведения капитального ремонта. Это еще раз замечу, он плановый. Его окончание планируется к осени 2018 года. У фойе Палаца культуры Атаксама на офицейном сайте установы есть объявы про перонос концерта Игоря Квашевича и спектаклю «Младенец на прокат». Тут же информация, что уже набытые билеты можно вернуть до 30 листопада. Переговоры ведутся заранее, за полгода. Иногда и больше мы запускаем такие проекты. Трудности очень большие. Тут, понимаете, есть три стороны. То есть это зритель, это артист, это организатор. То есть все остаются в невыгодном положении. Про концерт Сергея Пенкина мы потелефоновали у Центр продажу билетов. Скажите, пожалуйста, какая площадка сейчас определена для концертов Сергея Пенкина? Мы организатором сказали, что концертный зал Магеревский. У Палаца культуры 12 творчих коллектива, где занимаются дорослые и дети. Работу гуртков и секций по кульпрепынили. Им шукают часовое место для работы. Частично, я думаю, уже решен вопрос по размещению некоторых коллективов в учреждении образования Могилевский государственный колледж искусств, в учреждении культуры Могилевский областной методический центр. Коллективы, конечно, будут продолжать работу. Палац культуры в области – одна из самых великих городских концертных пляцовок, больше за тысячу месяцев. Миновата на юй 40 год ладятся усе самые значные мероприемства. После капрамонта тут з'явятся сучасные технологии и обсталевания, які придутся до спадобы и артистам, и глядачам. Як кажуть, шоу повинно протягиваться. Алина Соловьева, Александр Артемьев, Витальй Вопсев, Новины региона.